приветствую сегодня будет распаковка вот такой вот черной коробки которая сегодня получил sony logistic приятно что даже упаковочная коробка исполнена в черных стандартных цветах sony ждал я совсем недолго то есть вот tnt фирма доставки экспресс в понедельник 8 вечера сделал заказ в среду в 12 дня то есть сегодня я уже получил получил ее на руки ну так посмотрим кое-как скрыл коробку очень хорошо запечатанную точнее упаковку и внутри да друзья я решил полностью обмазаться playstation vr плюс vr world плюс playstation камера короче вот такой бандл так называемый обновленная версия шлема камерка и сборник игр vr необходимо здесь даже сразу написано то есть прям необходимо вам playstation 4 все дела я вообще честно скажу ни разу не пробовал никакой никакие очки виртуальной реальности прочее просто это первый первый шажок такой на пути виртуальной реальности то есть все что было раньше там стереоскопические 3d телевизор и с этими очками идиотскими потом еще какие-то книги помню у меня были там журнальчики очень давно одеваешь те очки где один глаз зеленый другой желтый или типа того и там якобы эффект присутствия то тоже kings bounty когда выходила наша когда наши купили эту франшизу команда с владивостока по моему котаури games которые сделали они безызвестные небезызвестные космические рейнджеры вот там тоже были вот гладко фишка эти очки одеваешь типа стереоскопическое у тебя 3d но это херня все вот первый шаг настоящего настоящий виртуальности так вот сейчас это все достану как все пахнет прям новеньким очень приятно викс quick start guide то есть к краткий справочник с описание комплектующих про что-то я обязательно почитаю то есть я все не спеша буду делать так так вот сама первая первая коробочка судя по всему здесь процессорный моды гарантия пригодится обязательно все надо оставлять книжка тоже мельком пробегусь я всегда смотрю потом перед стартом не спеша вот это все всю информацию то промокод надо будет еще посмотреть наверно его замазать начнем как загрузить бесплатную игру не заметил попал в кадрами так это что screen cleaner салфеточка для очистки экрана вот так то тоже вот эти playstation значки здесь повсюду я вообще я знаю я смотрел тоже разные отзывы авиар то есть кто-то засирает ее жестко кому-то ну в последнее время уже говорят что вещь в принципе интересная вещь годная тем более что она очень сильно подешевела поэтому сейчас ее брать скорее стоит чем не стоит аккуратненькая камерка очень маленькая я думаю она больше будет признаться ну что ж тем лучше телевизор у меня тоненький потом аккуратно все черное ну буквально вот думаю она должна поместиться вполне себе нормально чувствую себя не знаю бесполезным бесполезным так что у меня экран распаковывать или им коробок который наш знаете есть люди делают распаковку абсолютно всего на свете но так это подставка не знаю наверное на камеру цепляется так вот судя по всему процессорный модуль да то есть такая вот еще коробка будет попробую да там ps к лежит ладно хоть у меня там места достаточно то есть проводов не будет особо видно поставлю этот модуль туда я потом разберусь как вообще-то все подключается что идет в телевизор что в процессорный модуль тоже займусь позже наушники прилагаются до полного hdmi кабель кстати точно такой же как с playstation 4 про идет с обычная не знали не был обычный 4 то есть кабель который там нормальной версии то есть есть же обычной версии которые только 30 кадров выдает например 4k и 60 кадров 1080p а этот кабель он очень дорогой он хороший он выдает 60 fps на 4к ну и все на 4к потому что так и собственно вот да наушники процессорный модуль и камеру и основная коробка вот следующая непосредственно шлем виртуальной реальности мне даже название больше нравится то есть там можете си они как очки идут у окулус риф тоже очки как это все пахнет вот я прям уже вижу стекла я не знаю я не ношу очки то есть мне возможно у меня будут очень сильно уставать глаза у меня вообще в принципе быстро устают глаза я как-то предпочитаю подальше всегда от экрана на пенсию слушай он он очень приятный на вашу пень ну и конечно я сейчас не смогу все передать все ощущения он реально он он легкий или я раскачался такую весь не он реально удобный легкий кнопка это чё кнопка включения что ли то есть я смотрел первый это напоминаю обновленная версия то есть вторая версия шлема вторая ревизия она вышла я не помню когда по моему осенью в японии она появилась только семнадцатого года и я не знаю когда она у нас появилась европейском секторе в российском в общем такая очень аккуратная вещь скажу я вам очень симпатичная прям прям интересно это все выглядит я щас даже если я на голову надену я себя снять то не смогу потому что я ни хрена не буду видеть да очень миленько стильно и в принципе проводов я так особо не вижу даже единственное да провода будут в коробку в процессорный модуль уходить но опять же это все у меня там и за шкафом будет так что никаких проблем в этом я не вижу реально легкая удобная вещь ну что ж буду собирать камеры меня нормально нету себя поснимать к сожалению но я думаю в будущем может быть что-нибудь придумано для канала готики к сожалению вверх не существует есть зато есть skyrim я не думаю что будет особо интересно так поделюсь может быть потом уже позже эмоциями допустим а кстати а где игра вот этот купон значит и есть игра который да ну что ж вещь вот красивая реально стильная но в принципе у sony всегда так и во всем я думаю в этом никто не сомневается так вот это все будет вообще жестко пачкаться как мне кажется то есть салфеточка я буду чистить и и вот эти вот очки так называете стекла это вот для носа видать доктора работника мне почему-то морду напоминает главный злодей в sony а это такая мягкая я думаю она ну да это вам не противогаз конечно армейский все такое достаточно нежное тоже это все в жиру потом будет в поту в соплях в болевотине да кстати надо будет тазик не забыть собой рядом поставить потому что у меня не очень хорошая вестибулярка после детских покатушек на каруселях мне уже так любезно пошутили что ахати по и потом упасть головой вот самый тазик ладно голова шлем жалко вот такие вот дела друзья я это все разберусь буду сейчас это все смотреть подключать и пробовать всем увидимся спасибо и удачи вам итак друзья собрал я всю эту монстрообразную конструкцию прошло немало времени потому что я изучал еще всю документацию что я могу сказать весь этот кошмар который про говорят говорят про провода это правда все это ну вы просто посмотрите какой ужас происходит с проводами сейчас подсветку фонарик включил на камеру наверное видно я думаю вот обратите внимание у меня еще все хорошо аккуратно уложено потому что у меня вот такой шкаф есть хороший то есть вот все там полочки за полочками вниз туда уходит вот туда но это просто жесть вот это я не знаю заднюю панель вот если сейчас показать пске что там творится обычно там у меня питание hdmi и интернет все сейчас тут жесть тут один кабель питания второй кабель hdmi соединяющий ее с процессорным модулем потом идет кабель которым подключается камера вон она сверху я ее тоже уже установил вроде положение более-менее отрегулировал потом юизби зачем я не понял зачем юизби ну короче сюда юизби сюда процессорный модуль микро юизби вот он номер три вот этот крайний hdmi это от телевизора идет то есть телевизор связан с коробкой вот этим кабелем номер два связан номер один даже связано ps4 с этим модулем но это камера скажу и кабель номер номер два это микро юизби с ps4 связано и кабель номер три это кабель питания который идет во внешний блок питания то есть как в телевизоре вон там вот в ps китаону встроенный а здесь он внешне и это все дело то есть надо еще и запитать то есть вот запитывается блок питания для процессорного модуля он горит это ps к ну это колонки это тут у меня еще playstation 3 лежит супер с ним то есть если бы ее например не было побольше места но она аккуратненько вот она изолирована все она закрыта вот весь вот этот шмат проводов этот кошмар весь это вот все все нужно чтобы у вас работала playstation ой-ой-ой-ой я случайно нажал кнопку питания вот этого я никак не хотел делать сразу процессорный модуль у меня тоже загорелся ну ладно я вообще-то не хотел первые запуски там по порядку как указан вы типа включаете сначала телевизор потом включаете playstation свою 4 и потом только включаете да только потом тоже идут два кабеля ауксными насколько я понимаю и hdmi вот таким пучком и это все под вот подключается шлем уже сам непосредственно то есть он хотя бы он дополнительно не запитывается что уже радует тут я наушники прицепил их кстати прицепил то так что по моему я их уже не вытащу отсюда то есть тут 10 крепления кабель длинный к слову то есть вот метров пять наверное идет ну хватит я буду сидеть вот здесь вот на диване то есть примерно вот так вот перед телевизором буду играть сидя как и рекомендуется в этих инструкциях сейчас я ничего не поснимаю потому что я вообще весь устал пропотел ворочаясь с этими проводами сейчас буду значит запускать psvr уже пробовать настраивать это мало интересный процесс потом уже как разберусь с ней может быть что нибудь попробую снять ну а пока на этом все да вот кстати мне еще же я иногда в третью играю playstation то есть я не знаю как сейчас это будет выглядеть я просто перекидывал кабель интернет и кабель hdmi от телевизора просто вытыкал два провода втыкал сюда и все питание у меня здесь уже выведено сейчас мне придется вот от телевизора получается отбрать отсюда оттуда же брать интернет потом всю эту коробку я даже не знаю куда ее двигать ну куда не двигать потому что все это опять отсоединять расправлять конечно не охота чтобы например на соседнюю полку закинуть ну разберусь что-нибудь придумаю в общем пока что вот даже не запуская огромнейший минус это конечно провода то есть ну как то так но к сожалению по другому никак зато зато виртуальность увидимся и удачи вам а ну ну а ну Продолжение следует...